Блондинки и брюнетки, экономисты, выкладчики, студентки просто пригожуне. Шесть девчонок продемонстрировали свои виды в правилах дорожного руха, творчая таланты и мастерство кирования автотранспорта. Лепши автомобилистки из всех регионов республики приехали в Гомель, как позмогаться за титул «Автоледи-2015». В данное время женщины также наравне с мужчинами уже управляют транспортными средствами. Количество нарушений БДД, я считаю, у них меньше, даже, можно сказать, более аккуратно они вводят транспортные средства. На республиканском узровне таких конкурс у нашей краины проводится у Першиню. Вся роджа областных центров наибольший опыт проведения таких мероприемств у Гомеля. Тому историю республиканского конкурса вы решили почать писать именно в это тут. Причем, текавость до споборництва проявили не только белорусские автомобилистки. Так как у Гомеля дружественные, и у всей Беларуси дружественные отношения, в том числе с Российской Федерацией, Гомель очень дружит и ГАИ, и в том числе взаимодействие идет, без этого никак нельзя, с Брянской областью. Брянская область узнала, что мы проводим такой конкурс и предложили свою участие. Мы с удовольствием поддержали, нам это только приятно. Автомобильный руль в жановчих руках – это не граната, а в мастерстве ваджения, прогожая полового человечества, не соступая мужчинам. Это с легкостью доказала конкурсантка от Гомельской области. Менавито яна завоевала перемогу и признана лепшей автомобилисткой Беларуси. За рулем я уже 7 лет. Без своего автомобиля даже не представляю своей жизни. Он меня всегда спасает в экстренных ситуациях, когда надо куда-то, откуда-то добраться. Скажу честно, после конкурса, после областного конкурса, я стала больше соблюдать правила ездить там, где надо останавливаться, ездить в меньшей скорости. Разом с гоноровым титулом и видая регистратором, Перамошца отримала обвязательство примать уделку информационно-пропагандистских акциях ДАИ и быть прикладом для инших водителев. Ганна Ковалева, Сергей Климович, Телерадио, компания Гомель.